Здравствуйте, меня зовут Абрамчик Игорь и 15 лет мы выращиваем лучшие яблоки. Восстанавливая ход событий, которые уже почти 30 лет недавности, я смотрел, когда было зарегистрировано крестьянское хозяйство. Оно было зарегистрировано 12 сентября 1997 года. То есть, в принципе, еще немножко времени и нам уже вот скоро как 30 лет. То есть, в принципе, 1997 год был знаковый, то есть это в этот год начинали организовываться и регистрироваться крестьянские хозяйства. То есть, в принципе, мы были одними из первых, кто вообще пошел этой дорожкой. Тогда они занимались импортом яблока из Польши, они возили яблоко из Польши, продавали его в Россию. И глядя на это все, папа говорит, неужели мы не сможем сами выращивать яблоки. Обратился в исполком, выделили старый колхозный сад площадью 10 гектаров, там были закладки 60-х годов, они это были взрослые деревья, там посаженные 6 на 5. То есть, вот это все как в деревнях растет, там нужно было делать омолаживающую обрезку, весь комплекс мероприятий, чтобы омолодить сад и, в принципе, какие-то первые урожаи получать. В принципе, с этого и началось все. Сад, в котором мы сейчас находимся, был заложен уже на площади 45 гектаров. Первые закладки были сделаны на среднерослом подвое. И в 2009 году первые 40 тысяч яблонь были заложены. Вот, в принципе, это такой был фундамент, фундамент, который мы уже заложили для того, чтобы успешно дальше развиваться. Собрать, поднести, убрать. Любые виды работ, конечно, привлекали еще вот с того момента, то есть с 1997 года и далее, конечно. Нормально можно было сходить на рынок, попродавать яблоки, заработать себе на сладости и видеокассеты, все нормально. Так что, нет, наоборот, нравилось, это же интересно. Потом было получено образование, потом я закончил Багуир, Голорусское старство университета информатики для радиоэлектроники. Мне всегда как-то было интересно экономика, бизнес. В принципе, в эту стезю я и заканчивал. Я инженер-экономист по образованию. И уже, скажем, завершив обучение, как-то вот меня все равно тянуло вот в это направление. Мне две сферы деятельности нравилось. Сельское хозяйство и общепит. Но так как сельское хозяйство оказалось ближе, поэтому вот-вот-вот сейчас это я пришел, и это уже под моим руководством с 2015 года, или с 2014 года, боюсь врать. То есть уже 10 лет я, как я пытаюсь все это дело активно развивать. В принципе, я думаю, вы видите, что, наверное, не хочу себя перехвалить, это неправильно, ну, скажем так, мы стараемся. Вы знаете, наверное, у нас была договоренно с самого начала, что раз уж управление я беру на себя, то все ключевые решения в любом случае, то есть должен быть человек, который, за которым остается последнее слово. И так как мы, скажем, в начале деятельности обговорили вот все эти моменты, честно, никогда-то и проблем никаких не было. То есть просто управление перешло ко мне, то есть как я, я-то эту работу делал, но дабы, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций, в один момент просто было все передано, со словами вперед. Все. Отсюда и поехали. С удовольствием и с улыбкой на лице. А теперь давай ты. Так что никакой ревности. Кстати, на самом деле, вот проблема существует, преемственности. И разговаривая вот с коллегами-фермерами, две проблемы. Первая, некому передавать, но вторая проблема, а если передавать, а что буду делать я? Они задают вопрос. Поэтому тут очень правильный вопрос. То есть у кого-то есть ренды. Я говорю, как что? Получать удовольствие от жизни. Вот. Так что папа до сих пор приезжает на планерки, то есть присутствует, принимает какое-то участие. Но уже больше это все в удовольствии. То есть оперативное управление все же давно на мне. Мы еще, конечно, какие-то совещаемся в каких-то моментах. Он меня сдерживает, говорит, давай помедленнее. Я говорю, некогда медленнее, надо быстрее, быстрее в космос. И глава государства у нас говорит, надо быстро наращивать объем позднего товарного яблока для хранения в республике для стаб-фондов. Мы разговаривали с губернатором. Я говорю, давайте будем делать большой проект. Он дал везде зеленый свет. Но. Вот я люблю все делать быстро и качественно. Но глядя на их скорость, вообще удивляешься, там просто они летят в какой-то космос. Ну вот, надо держать марку и успевать. Не скажу, что на корню. То есть мы не меняли ни сорта, ни яблони. Мы оценили масштаб работы. Первый год мы вообще просто понимали, а что нам надо делать. Учились. То есть всему, чему угодно советовали со всей республикой. Знакомились со всеми коллегами-садоводами. Вот. Чтобы сложить себе вообще картинку, а как должен выглядеть современный сад и что с ним делать, чтобы все было правильно. Я очень много времени уделял обучению, книгам, поездкам. Даже не столько книгам, сколько поездкам и общению с коллегами-садоводами. Причем не только в республике. Вот. Очень много за ее пределами. Очень много поездил по Европе, по России. И посмотрел, в принципе, как надо. Увидел все своими глазами. И картинка сложилась. А дальше называется «Просто бери, просто делай». Вот. Постепенно собирался коллектив. Вот. Коллектив у нас на самом деле небольшой. Текучки в этом коллективе нет. Бывают какие-то моменты, ну там, какие-то семейные обстоятельства. Но так, чтобы просто у нас кто-то переходил, перебегал наоборот. Вот мы собрали, я считаю, что лучшую команду на сегодня. Опять же, не хочу там кого-то что-то сказать, что у кого-то что-то не так. Но я думаю, что у нас одна из лучших команд вообще по садоводству в республике. В том числе вот главе государства мы там закладывали какие-то плодовые деревья. Ну, хорошо, что с нами советуются, потому что видят нас какую-то экспертность. Вот. Поэтому я думаю, если так, значит, мы все делаем правильно. И я думаю, с этой командой мы можем точно делать. Сейчас мы метим в самый крупный проект вообще в республике по садоводству. Я не хочу забегать вперед, но, скажем так, по крайней мере, об этом идут разговоры. И я точно понимаю, что с этой командой мы это можем делать. Мы, наверное, будем стараться сделать суперсовременный сад, яблони и груши. И плюс рядом построить овощехранилище с регулируемой газовой средой. Это самая современная технология для того, чтобы вот не хватает позднего яблока в марте, в апреле, в мае. И мы будем делать проект, на проектную мощность хотим выйти 10 тысяч тонн яблок. То есть это, в принципе, наверное, номер один будет в республике. Но это пока только планы вперед, но в любом случае мы каждый год растем органически. Но так как с государством поставлена задача вырасти быстро, я так думаю, со стороны государства... Не думаю, то есть, в принципе, они готовы оказывать содействие и помощь, чтобы мы сильно быстрее двигались. Мы тоже с нашей стороны готовы. Поэтому вот коллаборация нас и государства может дать такой вот быстрый эффект. Игорь, фермер, трудяга. Кстати, не аграрный. Нет, не аграрный. Инженер-экономист. БГУИР. Но все равно на земле. Айтишник. Айтишник, да. В деревне был? Да, жил до... Первые четыре, три. Три класса закончил в Молодечинском. Понимаешь, если родился на земле, оно и тянет туда, к этой земле, чтобы прикоснуться. А если нет, трудно будет с него сделать фермера. Конечно, это волнительно, пока ты не знаешь, что тебя ждет. Но как только, скажем так, уже произошло само знакомство, это было очень легко, воздушно и на позитиве. Мне очень понравилось. Класс просто, ну вот. Ну, только положительные эмоции, да. Это сорт Альва. Он растет на карликовом подвое. Значит, какие плюсы? Так как подвой карликовый, мы можем делать суперинтенсивный плодовый сад с количеством деревьев от 1700 до где-то 3500 деревьев и даже более в каких-то проектах. Вот, наша схема посадки, 4 междурядия, метр между деревьями, это 2500 деревьев на гектаре. То есть, какая у нас задача? У нас задача с каждого дерева получить 20 килограмм яблок, 25. В принципе, с этой задачей, с нашим подходом и технологичностью эти деревья справились. Видя на количество яблок на дереве, мы понимаем, что в этом году, а это четвертый год после посадки, мы здесь имеем порядка 40 тонн за гектар. Вот, что это значит? Это значит, что полный возврат инвестиций у нас будет даже уже не на пятый год, как в принципе предусмотрено, а в этом году мы уже полностью все капитальные затраты возместим. Вот, что очень хороший, в принципе, показатель. Здесь возле каждого дерева есть индивидуальная опора, потому что под нагрузкой дерево все-таки тонковатое, но нагрузка на него все-таки очень большая. Поэтому у нас есть нижняя проволока, у нас есть бамбуковая опора и у нас есть кембрик, которым мы подвязываем дерево к опоре. Вот, поэтому получается держать такие большие урожаи на таких молодых деревьях. Также к каждому дереву прикреплена капельная трубка. Это позволяет нам кормить дерево в нужный момент. У нас эти все процессы автоматизированы и компьютеризированы. Сегодня у нас 70 гектаров или 75 под садом. Там вопрос, как правильно уже бухгалтера проводят документацию. То есть мы какие-то кварталы уже сады корчуем, уже вторая итерация пошла садов, да, вот таких вот современных. То есть это же безостановочный процесс. Где-то что-то посадили, где-то что-то убрали. Поэтому между 70 и 75 у нас сейчас освоенных площадей. Осенью у нас по программе мы еще закладываем 15 гектаров плодовых насаждений. Там будет яблоня, там будет груша. Мы сейчас делали упор и акцент на поздние сорта, очень поздние. То есть те, которые могут храниться вот как раз до того времени, когда яблоко в республике практически не остается. Поэтому мы еще будем консультироваться с институтом плодоводства по сортам, и какие все, то есть слышать их мнение, все же, что они считают правильным, закладывать. Потому что они наука, мы уже как бы практика. Немножко расходятся, и вот, скажем, на этом перекрестке мы подберем какие-то оптимальные сорта для работы в дальнейшем. Сейчас из поздних сортов в нашем хозяйстве есть яблоко Альва, вот конкретно где мы сейчас находимся. Есть сорта Айдорет, Найдорет. Это из новых сортов. Также очень хорошо себе зарекомендовал наш белорусский сорт Олеся. Он у нас тоже находится на длительном хранении. Мы его закладываем в стаб-фонды, но он скорее, мы его заканчиваем реализацию где-то в февраль, может быть, в март месяц. Вот, нам еще надо дольше. Это вот сорта мы, в общем, еще подбираем. География наших поставок от Смоленска до Хабаровска. То есть мы очень много, я уже не буду конкретно называть города, ну, то есть очень широко и много куда мы поставляем. Вот, также мы работаем со всеми основными сетями нашей Республики Беларусь. Заложены стаб-фонды. По стаб-фондам скажу, что вот вчера была информация с министерства, значит, в Республике, если мне правильно сказали, значит, стабилизационных фонд на этот год по яблокам 23 400 тонн. Нам доведено 500 тонн хранения стаб-фондов. Мы даже на себя взяли больше, чем доведено. Вот мы вчера подписывали последние контракты на этот сезон. Мы храним 560 тонн. Вот, что такое 560 тонн для района? У нас на район чуть больше тысячи. То есть только наше хозяйство дает для стаб-фонда половину объема района. Вот. Для Республики мы даем 2% объема общего. Я понимаю, что 2% вроде бы немного, но и мы же еще очень маленькие. То есть я думаю, мы сейчас готовы активно расти. Поэтому хочется нарасти. То есть мы ставим себе задачу стать не двумя процентами, а процентов 15. Вот. Для Республики. То есть я думаю, мы Минскую область только мы одни сможем закрывать. Прекрасно работает 146-й указ президента по льготному лизингу. Мы уже, наверное, лет 10 как всеми этими привилегиями пользуемся. Абсолютно рабочий инструмент. Так что в этом плане тоже есть помощь государству. Сейчас прекрасная программа по поддержке аграрного бизнеса, по садоводству. Сейчас выделяют 20 тысяч рублей на каждый гектар закладки. Можно поучаствовать в программе и попробовать выиграть конкурс, чтобы закладывать сады. То есть мы их, в принципе, закладываем и за свои деньги. Но 20 тысяч – это хороший кусок помощи. Если понимать, что на закладку сада нужно 50 тысяч рублей, то 20 тысяч рублей – это 40% субсидий. Это прекрасная возможность ускорить или увеличить объем. Ну, точно нам, наверное, грех жаловаться. У нас есть город рядом с населением 100 тысяч человек. Поэтому, скажем так, при хорошем отношении к людям оно у нас есть. В принципе, наверное, в какие-то моменты, так как работа сезонная, то есть нам надо на сезон очень сильно увеличиться, и после сезона очень сильно обратно уменьшиться. То есть какие-то, я не скажу, что это проблемы, это просто какие-то рабочие моменты, которые мы точно решаем. И так как нужное количество яблок оказывается на полке в Белоруссии и России, значит, мы решаем успешно. Я же говорю, я уже не буду там рассказывать про какую-то кухню, что да, есть проблемы, но они есть у всех. Так что это просто рабочие моменты, которые мы думаем. Мы думаем просто, как решать там те или иные проблемы. То есть это не то, что, а все, людей нету, и беда, и пропали. Нет, мы просто думаем, как решить. Не хватает из молодечно – подключаем вилейку. Не будет хвататься из вилейки – подключим сморгонь. То есть это же просто вопрос такой видения и принятия решений, и понимать просто, как эти проблемы пробовать решать. Поэтому нет, это просто один из вопросов, которые мы тоже решаем. Мне кажется, у меня получается то, чем я занимаюсь. Мне интересно то, чем я занимаюсь. Мы растем, причем мы растем каждый год, и дальше планируем расти. То есть я не собираюсь отвлекаться ни на что другое. Мы будем… Я уже 15 лет активно занимаюсь плодовыми, в большей части яблок. То есть мы, может, куда-то шире, немножко в сторону начинаем смотреть на какие-то овощи. Грушу добавляем очень активно. Но это просто со временем приходит понимание и видение рынка, что вообще нужно делать дальше. То есть нет ничего другого, я не собираюсь смотреть куда-то. Очень сфокусированно будем заниматься тем, чем получается. Да, нравится, все хорошо. Как и любой бизнес, он может быть либо успешным, либо нет. В любой отрасли хватает успешных примеров, неуспешных. Мне кажется, это вопрос подхода. Если бы мне сказали завтра заниматься строительством, мне кажется, уделив 15 лет с должным подходом, получилось бы и там. То есть мне кажется, это больше вопрос подхода, а не ниши. Потому что ниша точно подходящая. Она огромная, она не заполненная. Называется «бери, доделай». Надо просто очень много делать. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok